Здравствуйте! Мы начинаем 21 урок стеклопрограммирования в Killmivision. Сегодняшний урок я решил посвятить сравнением разных ревизий платы STM32 и F4 Discovery. Всего на момент написания данного урока было выпущено три разные платы. Чтобы узнать, какая ревизия конкретно у вас, нужно обратить внимание на буковки в правом верхнем углу. Последняя буква означает номер ревизии. Они обозначены A, B и C. Мне удалось найти платы ревизии B и плату ревизии C. Чем же они отличаются друг от друга? Давайте рассмотрим. Набиваем st.com Собственно, адрес, который написан на коробке, в которой продавалась данная плата. stm32f4discovery И Enter. Как мы видим, на этот раз уже плат с F4 достаточно много. Есть 32f401 Discovery, 32f420 Discovery. Но мы рассмотрим STM32f4 Discovery просто. Нажимаем. Здесь есть... Вот. Можете обратить внимание, здесь изображена еще ревизия A. Вот так вот она выглядела. Что нам нужно? Нажимаем дизайн ресурсы. Выбираем первую же техническую документацию. Здесь также приведена ревизия A. В самом конце, вот, Revision History. Здесь мы можем видеть, что первая ревизия начальная. Дальше просто добавлена расширенная функциональность какая-то. Вот. А третья ревизия от второй отличается тем, что был заменен акселерометр на LIS3DSH. Собственно, вот, можно это видеть и невооруженным глазом. На новой версии акселерометр такой маленький, квадратный. А на более старой версии он прямоугольный. Давайте рассмотрим подробнее, что же это за акселерометры и чем они отличаются. Первое. Какой акселерометр стоит на B-версии? Вот написано LIS32TL или LIS3DSH. То бишь, новый. Все они трехосевые акселерометры. Давайте набьем первый. Открываем. Вот. На ревизии B находится трехосевый акселерометр с диапазонами 2G и 8G. Подключается по интерфейсу SPY и I2C. Сам акселерометр. Он питается от 3,3 В, естественно. Из еще интересного. Так скажу, данный акселерометр поддерживает до 600 Гц максимум. И имеет 8-разрядный АЦПЭД. То есть, с него выходят 8-разрядные данные и диапазон рабочих частот 600 Гц. Что, в принципе, не очень много. В общем, вот такой вот простенький акселерометр. Никак не могу найти. Где же все-таки все это замеряется. Ну, в общем, вот такие вот параметры. Так. Следующий акселерометр. Находится его техническая документация также легко. Вот. Вот он квадратненький. Он также трехосевой. Он уже поддерживает диапазоны 2, 4, 8 и 16G. Подключается точно таким же образом. Но он уже 16-битный. Ну, в данном случае, не это имеется в виду. Но факт в том, что данный акселерометр уже 16-битный. И данный акселерометр уже имеет в качестве рабочей частоты максимальной уже 1600 Гц. Что, разумеется, гораздо больше, чем у предыдущего. В общем, по всем параметрам новый акселерометр значительно лучше старого. Но и работая с ним немножко посложнее. Все это можно обнаружить, в общем-то, тут. Подключены они к нашему акселерометру абсолютно одинаковым образом. По SPY. То есть, работать с ними в этом смысле совершенно можно одинаково. В общем, в следующих уроках мы как раз таки рассмотрим программирование этих акселерометров. Для того, чтобы вы удовлетворены обоих ревизий, будет рассмотрено оба варианта. Сначала мы рассмотрим, думаю, вариант для ревизии B, так как этот акселерометр попроще. И потом рассмотрим разницу в программировании вариантов B и C. В чем же все-таки отличие. Других отличий, как вы видите, у данных ревизий нет. Спасибо за внимание. До скорых встреч.